Ребята, у нас закончилось видео, закончился наш первый выпуск. Сразу хочу извиниться за звук, ну так получилось, поэтому ставьте в комментариях, что было не так, пишите, ну сорвался от всей души, чтобы вам понравилось, и чтобы вы приехали и покушали такой же вкус и шашлык, уху, и все, что мы сможем вам приготовить, и то, что вы привезете нам, всякие рецепты мы приготовили вместе с вами. Ребята, еще раз извините за звук. Сейчас я еду. Это Николай. Николай, откуда приехали вы? Я приехал из Казахстана, Акмойсков, город Атбасар. И хочу сегодня поделиться своими рецептами приготовления ухи. У нас очень много рек и озер в нашем регионе. Мы постоянно все ездим на рыбалку, любим готовить уху, именно нашу и живой рыбы. Сегодня я поделюсь своим простым, но очень вкусным рецептом с моими друзьями. Ребята молодцы, красавчики, поэтому хочу от души им сегодня приготовить. Да, поэтому я сегодня не мастер и не готовлю хашламу. Сегодня я просто подмастерье, и мы будем готовить уху, которую Николай сказал, что Вася, не лезь. Поэтому он будет готовить вкусную уху. Ну а мы начнем. А я, наверное, принесу, как всегда, маленький презент, чтобы уха хорошо готовилась. Ну тогда погнали. Уха из красной рыбы. И коньяка из Армении. Причем самого лучшего коньяка. Так, открывается коньячок. Николай пока готовится. Хотелось бы узнать, а сколько лет ты прожил в Казахстане? Я в Казахстане живу уже во втором поколении. После Великой Отечественной войны мой дед с бабушкой переехали на Целину. Ну и как и многие-многие жители нашей республики. Очень огромная, дружная страна. Замечательные люди. Я очень-очень сильно люблю свою родину. Казахстан. Да, я очень много наслышан, что к нам приезжают чеченцы, ингуши. И все говорят об этом огромном сердце казахского народа. Что были тяжелые времена, когда каждая семья Казахстана свой дом приняла столько людей, сколько смогла спасти. Да, это было во время переселения войнахского народа Сталиным. Привозили вагоны просто в степь, выгружали людей. Они были забиты, им даже не было доступа ни кислорода, ни во внешний мир выйти никак вообще они не могли. То есть поезда тупо останавливали в степи. Люди выгружались оттуда, был как раз мороз, зима. Каждая семья Казахстана, как могла, сколько могла принять людей, всех приняла, одела, обула, обогрела, накормила. То есть мы все очень-очень дружно живем. И ингуши, и чеченцы, и казахи. Многонациональная страна, замечательные люди. Я еще раз повторюсь, я очень люблю свою родину, наш народ. Ну и давайте продолжим. А такой образ, а на казахском разговариваешь? Ну немножечко. Так, ну после этих слов они звучали просто как то, за казахский народ. Ассаламу алейкум, Казахстан, Жире, Кельнис. Не переживайте, это не развод, это не лохотрон. Здесь очень достойные люди. Встретили от души, прям уезжать не хочется. Очень все шикарно, замечательно. Я желаю процветания вашему каналу, вашему делу. Не останавливайтесь на достигнутом. Ну теперь должен я уже сказать по-казахски спасибо. Как это звучит? Копрахмет. Копрахмет. Ну я научусь, я научусь, обещаю. Николай, ну расскажи, пожалуйста, что за рыбка? Карель, красная рыба. Я готовлю сегодня для братьев из Армении вкусную казахскую уху. Будем надеяться, она понравится. Так, а это у нас здесь что? Это ситринка у нас. О, какая красавица. Она еще дышит даже. Ммм, свежак. Все только свежее. Николай, ну такой вопрос. Вот я по-своему готовлю уху, но ты решил приготовить, что это особый секрет. Расскажешь, может, какой-нибудь секрет есть особое приготовление этой ухи? Вот несколько сортов рыбы. Самый главный секрет ухи это водка. Ну, и костер. Все, хорошо, тогда уже идем разжигать костер или еще рано еще? Да, можно уже разжигать. Николай, а еще такой вопрос, а какой-то секрет в разделке рыбы? Какими кусочками там, определенная толщина, ширина? Я думаю, особого секрета нету, все делается спонтанно. Мы возьмем сейчас несколько частей только от этой рыбы, то есть остальное все будем зажаривать. Вот наступило время, чтобы закинуть рыбку в казан. И будем варить нашу вкусную уху. Да, костер горит, все располагает на беседу. Ну, а пока будет вариться уха, Николай, скажи, ну, какую машину ты хотел, когда ехал сюда? И как вообще происходил подбор, какие машины ты увидел? Ехал я за BMW пятеркой, в кузове Е60, 550-ю. Ну, разочаровался в ожидании, разочаровался. Влюбился в новый автомобиль? То, что я увидел, да. Но нашел замечательную тройку, такая единственная будет в Казахстане и во всем СНГ. Вот ребята, Василий, Сергей, замечательно встретили, живу у них дома. У меня, моя поездка за автомобилем превратилась в обалденный отпуск. Много где побывал, много что увидел. Очень нравится, даже уезжать не хочется. Ну, от себя хочу сказать, многие спросят, зачем, для чего я затеял вот это уха. К нам приезжают со всех уголков страны, мира, всего СССР бывшего. И каждый, каждый приводит частичку своей культуры, свои рецепты. И я это вижу, вижу, но хочу, хочу, чтобы это, это, как готовят в разных странах, какие блюда, чтобы увидели вы все, ребят. Прерву Василия Георгиевича и скажу, что я буду первым человеком, с которым занимается это кульмарное пищевое. Надеюсь, Казахстан вы оцените, поддержите. Казахстан на этот раз первый и единственный, кто начал это. Ну, а мы будем продолжать чистить картошку, нарезать зелень. И расскажем о вкусной ухе. Будем сейчас нарезать картофель, зелень, все это закидывать. Василий, давайте я займусь. Так, ну, все это, конечно, это все хорошо. Ну, предлагаю, предлагаю выпить небольшой и сказать тост, если не нужно. Хорошо, я не пью, но я присоединюсь к вам и поддержу. Вот так же, дорогой. Сегодня хочется выпить за этот дом, за всех нас, за чистые сердца, за Армению. В Армении любое блюдо, и каждый человек по-своему прекрасный становится еще лучше. Поэтому приезжайте в Армению, Казахстан. Мы всех вас ждем, ждем другие республики. Все. Я по-нашему схожу. А мы будем продолжать нарезать картошечку, зелень. Василий Георгиевич, позвольте. Мне не дают, сказали, что ты не мастер сегодня. Сегодня у нас есть мастер, кто приготовил все каждый. Я вообще не любитель готовить, но атмосфера, ребята сподвигли к тому, что мы решили все-таки свои кулинарные, так сказать, способности проявить, угостить ребят нашей замечательной степной ухой. Ну, будем продолжать. Поэтому, ребят, если у кого-то есть какие-то секретные рецепты приготовления, приезжайте и давайте поделимся этими рецептами со всеми. Пусть все это увидят и попробуют ваши шикарные блюда. Тем временем мы пойдем закидывать картошечку и доставать нашу сваренную рыбу. Ну, сегодня у нас не только уха. Николай, еще ты сказал, что приготовишь чашлык по особому рецепту. Еще пожарим красную рыбу. Теперь будем ложить картошечку нашу. Осторожно. Немножко подгорнем дрова. Самое главное в ухе, чтобы она была приготовлена на костре. Только в этом будет ее прелесть и самый замечательный вкус ухи. Если готовить ее дома на газплите, то это совсем другая уха. Я ее называю рыбий суп. Согласил. Когда уха пахнет дымком, и атмосфера другая. А мы тем временем будем резать зелень и продолжать наше кулинарное шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Ну что? Завершительная стадия нашего приготовления. Это апогей. Подожди, подожди. А самое главное, а? Какая шуха? Без воздуха. Дополно. 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 Перчик с вами потолкли. Черный душистый перец. Никогда не покупайте в магазинах уже толченый. Все делайте сами. Николай, сколько еще? Примерно минут будет готовиться ухар? Я вам скажу так, что это уже финальная стадия. Мы ее снимаем с костра. Одну минуточку постоит, дойдет, так сказать, в своем соку. Ну и как же без самой главной фишечки приготовления? О! Какой запах, а? Все, на тарелке. Накрываем. Ну я скажу, что рецепт из Казахстана радикально отличается так, как мы готовим в России. Это совсем другой рецепт. Если кому-то будет интересно, звоните, мы расскажем рецепт Николая. А лучше, может быть, Николай расскажет вам это. Потому что очень неординарный человек. Это человек с большой буквы. Действительно, мы познакомились, познакомились. Но это так и есть, Коль. Приятно слышать. И выбрал, в принципе, очень интересный автомобиль. Очень неординарный. И очень редкий. Я думаю, что такой машины не то, что в Армении и в России, но и в Казахстане тоже нет. Она будет у него единственная. Спасибо вам, ребят. Я ехал за одним вариантом, но нашел гораздо лучше для себя. Ребята, едьте в Казахстан. Алга. Приезжайте, не бойтесь. Ну, а мы пойдем кушать нашу уху. Да, от себя скажу, ребят, приезжайте. Увидите наше гостеприимство. Увидите красоту Армении. И не только вы приобретете здесь автомобили, но и увидите всю эту красоту, которую... Ну, и Казахстан Николай, что Армения очень похожа на Казахстан. Такие же горы, такие же степи, так же жарко. И такой же гостеприимный народ. Так что Казахстан, Армения, шелковый путь продолжается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Шашлык практически замаринован. Последние штрихи немножко... Хватит, хватит, Василий. Я уже добавил. Ну, все. Я специально добавил, потому что Николай сделал все и даже лучше, чем возможно. Это прекрасно. Ну, со мной, я же должен что-то сделать. Я очень сильно старался для вас. Ребят, Казахстан, приезжайте. Вас здесь прекрасно встретят. Подберут все те варианты, самые лучшие, которые есть в Армении для вас по автомобилям. То есть я ехал за одним автомобилем, но приобрел гораздо лучше, чем было всегда. Да. Ребят, вам огромное спасибо. Еще раз приезжайте. Все. В наше... Нет, Николай остается теперь здесь, потому что я не могу оставить. Потому что мы никогда не попробуем такой ухи и такого шашлыка. Коль, все, нет, я остаюсь. Я остаюсь у вас тогда. Казахстан здесь и сейчас, ребята. Долга, Казахстан! Так, а сейчас мы идем разжигать огонь. С каждым днем у нас начинается здоровый угол жизни. И все меньше и меньше ребят курят. И с зажигалками, и с зажигалками у нас стала прям небольшая проблема. Я сегодня не покажу свой лайфхак, как разжигается костер. И разжигаем его традиционным способом. Просто бумагой. Ну что, ребята, вечер продолжается у нас. Сейчас будем запекать картошку. Ждем угли под рыбу. Вот в таком прекрасном месте. Мы вас ждем всех к нам в гости. Если, конечно, кто-то хочет поделиться рецептом в нашем новом, так скажем, проекте, будем только рады приготовить что-то вместе с вами. Я думаю, уже в этот момент Айк наш появится и с удовольствием приготовит с вами ваше блюдо с Василием, Айком и вместе с вами. Ждем вас в гости. А у нас уже полон дом гостей, как всегда в Армении. Всегда полный стол, всегда все улыбаются, все рады. И самое главное. Коль! Самое главное – это запах! Сейчас, секундочку. Это вообще непередаваемый. Пальчики оближешь, а? Цимус! Это просто вкуснее. Серега, хватит снимать. Давай просто сидим, никому не покажем и все. Сергей. Не могу, Василий. Не, надо, надо, все. Все, все, все. Нет, это мы сидим сами. Хотя хочется поделиться со всеми. Поэтому приедьте к нам, пацаны. Алла, Казахстан! Это еще не конец. Лимончиком сверху польем. Не, 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 не. Ну что? Самое-то главное. Это красота. Но я все равно, как бы Николай не ругался, я люблю лимон. Лимон и рыба – это неразделимые понятия. Ребят, смотрите, мы, в принципе, все приготовили, все закончили. Ну, скажите, пожалуйста, подписывайтесь на нас, конечно. Ставьте лайки и, главное, в комментариях скажите, нравится вам такой формат или нет. А если нравится, то покупайте билеты и приезжайте. Мы ждем вас в Армении. Казахстан-Науга. Приезжайте. Все, мы вас ждем. Наше сердце всегда с вами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА